Здравствуйте, уважаемые зрители канала! Сегодня мы предлагаем вашему вниманию новый выпуск на тему Замаскированные фамилии. Какие русские фамилии на самом деле являются еврейскими? Еврейскую фамилию можно сразу узнать. Они заканчиваются на Вич или Штейн. Определенно, что так заявит большинство из вас. Но на самом деле фамилии типа Рубинштейн или Романович не совсем еврейские. Хотя такие фамилии часто бывают у евреев. Первая корнями уходит в Германию. Штейн – смотрящий, а вторая – в Польшу. А вот настоящие еврейские фамилии часто скрываются под русскими, оканчиваясь на Ов или Ин. Например, Савелий Крамеров был евреем и не скрывал этого. Хотя по его фамилии и не сказать, если не знать историю ее происхождения. Во времена царствования Екатерины Великой была разделена Польша, и среди новых подданных Российской империи оказалось много евреев, издавна живших на тех землях. Евреи без проблем и весьма охотно переходили в православную веру. Ведь иудеям было сложно выбиться наверх, если говорить, что они иудеи. Более того, они массово стали переезжать на исконно российские территории. Правда, и до этого выходцы из Израиля проживали в Российской империи. Правда, не в таком количестве, как после присоединения польских земель. Постепенно семиты стали переделывать свои идентификаторы на славянский лад. Почему мы не говорим фамилии? В те времена большая часть простолюдинов, к которым, как правило, относились и евреи, просто не имела их. Постепенно они стали получать именно фамилии, но со славянским акцентом. В Российской империи в конце 1804 года было издано положение об устройстве евреев, где значилось, что евреи могут свободно жить на территории страны, иметь свои свободы. К примеру, евреи не были крепостными. Земледельцы из евреев все свободны и ни под каким видом никому укрепляемы, ни во владение отдаваемы быть не могут. Делились они на четыре класса – земледельцы, фабриканты и ремесленники, купечество, мещанство. То есть и дворянами они быть не могли. А вот уже полвека спустя в царствовании Александра Третьего появился документ, который резко ограничивал права евреев и фактически стал поворотным пунктом имперской политики в отношении этого слоя населения. Им запрещали менять фамилию теперь даже после смены вероисповедания. К тому времени руководитель Министерства юстиции Державин велел давать евреям, проживающим в Российской империи, русские, украинские и белорусские фамилии, или же славенизировать уже имеющиеся. Евреи стали носить своего рода замаскированные фамилии, то есть людей, в этом мало понимающих, вводило в заблуждение именно само звучание фамилии. Русское, что придавалось окончаниями «ов» и «ин», а также корень, очень уж похожие на исконно русские слова. После фамилии, образованных от имени человека, самыми распространенными были фамилии, появившиеся от названий профессии. Среди евреев этот способ был сильнее распространен, чем среди русских, да и называли евреев по тем профессиям, которыми занимались часто только представители этого народа. Потому в те времена все прекрасно понимали, что, какая фамилия принадлежит еврею. К примеру, фамилия Краморова, о которой мы говорили выше, произошла от украинского слова «крамныца», что в переводе означало торговая лавка, магазин, или же слово «крам», означавшего товар. Получается, что предки Краморова были торговцами, относились ко второму классу населения, купечеству. А вот отец Савелия Краморова был адвокатом. Такие артисты, как Владимир Спиваков, Дмитрий Певцов и Геннадий Хазанов, кстати, тоже имевшие в своих жилах еврейскую кровь, получили свои фамилии от предков, которые были певцами в синагогах. С Певцовым и Спиваковым ясно, певец. С польского Спивак тоже певец. А Хазаном евреи называли Кантера, певец с латинского, который распевал молитву от имени прихожан. Вроде бы, такие фамилии, как школьников, красильщиков и сапожников, выглядят исконно русскими, особенно сапожников. Но не всегда. Например, школьникам раньше называли службу в Украинской Православной Церкви, и на эту службу, как правило, просились евреи из семей бедных или среднего достатка. Красильщиками и сапожниками в России до революции шли работать только евреи, очень редко русские брались за эту работу. Потому эти фамилии русское население иметь просто не могло. А вот еще. Портными трудились, как правило, евреи, потому фамилия Портнов была еврейской, и если перевести ее на идиш, получается Шнайдер. Фамилия Винокуров достаточно распространена в России и сейчас, и она тоже еврейская, хотя многие носители фамилии это предпочитают отрицать. Но не все, конечно. Например, Владимир Винокур, всем известный российский юморист, совсем не скрывает свое еврейское происхождение. Его род восходит к семье ремесленников-виноделов. Раньше Винокурами называли тех людей, которые занимались кустарным изготовлением виноводочной продукции, винокурения. Евреи до революции часто занимались этим бизнесом. А вот самые известные еврейские фамилии образовались от названия мест, откуда были родом или проживали на момент присвоения фамилии евреи. А на первый взгляд и не скажешь. Однако все логично. Иудеи, как ни один народ мира, разве что цыгане, кочевали по всей планете, селились в самых разных странах. Поэтому у этой нации появилось множество фамилий, образованных от топонимов. То есть сначала человек получал прозвище, мол, прибыл из такого-то места, потом прозвище перетекало в фамилию. А потом фамилия так менялась, что становилось трудно связать ее с каким-либо городом. Например, в начале 19 века стали появляться фамилии, которые образовались от названий белорусских и городков. Например, Яков Свердлов, русский революционер, был евреем и один из его предков родился в поселке Свердлы Меорского района Витебской области. Татьяна Лиознова, тоже еврейка, имеет предка, жившего в поселке Лиозно, также расположенном под городом Витебском. Турецкий – фамилия евреев, и она тоже связана с Белоруссией, и никак не с Турцией, как думают многие. В Гродненской области находился маленький, но древний городок Турец. Он известен еще с 13 века по летописям. Евреи, жившие здесь с тех давних лет, часто брали себе фамилию Турецкий. Такие, казалось бы, вполне русские фамилии, как Ляхов, Поляков, Немцов, Немцев, раньше носили евреи, которые приехали из Польши и Немчины, территории Германии. Среди евреев было много тех, кто носил фамилию Казаков или Казачков, производная от казаков. Не потому, что были казаками, а потому, что проживали в южных районах Российской империи и вели активную торговлю с казачеством. Шутка про замаскированные еврейские фамилии есть и в книге Ильфа и Петрова «12 стульев». Там была такая гоп-компания – Галкин, Палкин, Малкин, Чалкин и Залкинд – все сплошь евреи. Правда, до революции, когда еврейский вопрос был не таким острым, как при большевиках, славянизированные фамилии представителей этого народа никого не смущали. Их сразу могли определить, ведь был определенный перечень профессий, где работали только евреи. И эти профессиональные фамилии сразу же говорили о происхождении человека. А еще с легкостью можно было понять, что перед вами еврей, если он носил фамилию, образованную от иудейского имени. Моисей – Моисеев, Самсон – Самсонов, Самуил – Самойлов или Самуилов, Левит – Левитин, Шагал – Шагалов, Раек – Райкин и так далее. К слову сказать, что фамилии на Ин были распространены, как правило, в еврейской среде. Однако здесь однозначно утверждать, кем был по национальности тот или иной носитель фамилии сложно. Потому что долины, кобрины, рохлины, малкины, сечны, галкины, бунины есть как среди евреев, так и у русских людей. Насчет фамилии Галкины расскажем подробнее. Если брать русскую версию, то она образовалась от названия птицы – Галки. Ранее мы уже говорили, что среди евреев дворян не было, но среди галкиных есть древний дворянский род. Но с другой точки зрения, эта фамилия сейчас у многих евреев, не скрывающих свое происхождение. Потому есть предположение, что изначально фамилия Галкин была просто прозвищем для болтливого еврея. Нет однозначности с, казалось бы, еврейской фамилией Абрамов. Абрам – библейский персонаж, потому эта фамилия могла быть как среди евреев, так и среди русских. Тем более, что в старые времена в русских семьях имя Абрам было весьма распространенное. То же самое можно сказать и о фамилии Гришковец. Она имеет не еврейские, а украинские корни. Такой тип фамилий был весьма распространенным среди русских, белорусов и самих украинцев. И происходил от уменьшительного имени – Тишка, Гришка, Тихон, Григорий. Многие считают, что фамилии с окончанием на «ски» часто встречаются у евреев. Да, встречаются, но не все они еврейские. К примеру, Жириновский и Мединский – да. А вот Седлецкий и Преображенский отношения к евреям не имеют. Седлецкий – польская фамилия, Преображенский – русская. Такие фамилии обычно носили выпускники семинарий, естественно, большая часть которых была русскими. Рождественский – тоже русская фамилия и тоже давалась выпускникам семинарий. Не каждый, у кого фамилия оканчивается на «ич», например, Романович, Войнолович, Войчич, являются евреем. Такие фамилии встречаются в Белоруссии, Польше и других восточноевропейских странах. А ассоциация, что это еврейская фамилия, возникла от того, что евреи, селившиеся в Польше, например, просто переделывали свои фамилии на местный лад. Для того, чтобы посмотреть и узнать еще больше интересных фактов неизвестной истории России, подпишись на канал и поставь лайк. Мы постараемся донести до каждого зрителя настоящую, неизвестную историю России. Редактор субтитров А.Семкин